Сто процентов играют они Погнали Вас укликает? Что это такое интересное? А, погнали Наши красный цвет, левый нижний угол DICE SheGone, 21 год Но... Респект И Патма против Демон Хантера Уже, понимаете, уже старо Сразу, даже на карте, которая Казалось бы, не такая удобная Для Патмы, ну потому что хоть она и маленькая На узкие проходы, фонтанов нет Сразу играет через Патму И, конечно Эту Су я помню Ему крокодил Жалко, что у нас в чатике На стриме картинки не отображаются Опять зеркалка, держись Но дальше не будет вроде зеркалок, да? Ну, не трон Хавк И уже забыл, какая там третья пара Сирклетка выпадает Хороший артефакт Здесь кольцо Не такое полезное Вообще, сирклетка, наверное, лучше всего Может быть, когти Патме были бы лучше Потому что она оранжевый герой И коготки очень полезны Ну, по той же логике Что любому рейнджовому герою Да, не дает Виспас снять, смотрите-ка Преследует Арчу Со стрелкой Ну, пошел Грейт на Т2 О, мне нравится Ну, то есть, это, скорее всего Масс Арчи Пуш на Т2 Какая-нибудь вторая нага Магазин агрессивный И... То есть, это не Хантрески Это Патма и Патпуш Не знаю Довольно старенькая стратегия Некоторое время На определенных картах Особенно, типа Тартл Рока Очень часто мы играли Мирор именно таким образом Ну, потому что, если, например, ты на Те На ближних респах С эльфом То... Ну, там и узкие проходы Там бежать недалеко Арчи И потом Ну, Патма, Арчи И потом Бараки Не оставляли почти никаких шансов Человеку, который решил бы сыграть в стандарт Потому что до Медведя ты никак не доживаешь Тебя пушат, тебя застраивают Ничего не сделать Вот, и какое-то время Прямо пару, наверное, лет Метой своеобразной Была именно Патма, Арчи, Нага Аовы с Неча Блейсингом Арчи с дальностью Соответственно, с добавлением талонов С грейдами на атаку И такие перестрелки, если вы помните Через... Ну, по центру карты Бараки идут Арчи стреляют Бесконечная тема Вот, но здесь Другая штука Он явно собирается пушить Второй Аов Это будет просто Мас Арчи Даже без талонов И... Да Тот тоже говорит про Нагу Про вторую Но ему бы еще магазин построить Какой-нибудь агрессивный В идеале На территории врага Робилити Неуязвимость пошла Доделывается Т2, хантерского кола нет I guess It's not Хантерс Спасибо Как только был тыкнут Т2 Сразу было понятно, что это не хантерсы Что здесь не будет ни одной хантерсы Нага Все правильно Магазина не хватает Магазина не хватает А что он не выстрел-то Я не могу понять Блин, так тупит Старшейп Он здесь мог уже крепиться вовсю Но очень странно Почему Дайс не решил вообще помешать Этому криппингу Видимо, у него Димка был очень пробит Да, да, он взял Молодец А вот и Димка пришел Уже третий Да И три оф утюнити Вообще молодец Это интересная тема То есть ты продолжаешь тоже масить Арчей Но идешь в Т3 ради бонусной А, нет Пандарийский выходит Здесь очень опасно драться, друзья Из-за нейтралов Еще одно дыхание Арчу можно убить Не достал немножко Ай-яй-яй-яй-яй Минус одна Арча Минус вторая Нет, в целом хорошо Даже разменять на двух Арчей телепорт А сейчас еще одно дыхание будет Жалко Панду Она уходит На перехват можно пройти Нет, Дайс адекватно реагирует вообще на эту штуку Сейчас главное собраться Подлечиться Пофиг на этот магазин Пусть он собирает себе тоже третий уровень А ты до Т3 доживаешь Арчейн он стоп строишь Только снизу бароков А с одного И у тебя при этом еще меткость будет Вот он магазин Очень запоздалый Все, здесь выиграть человеку Который вот так вот Собирается пушить Почти нереально Ну, он купит, конечно Ой, скролл Забист может помешать Помешать Дайсу отбиться Всегда есть виспы, конечно Но нужно сейчас брать Он второй магазин делает Что? Он делает трюмагаз Волнуется Дайсу Кто-то может сказать, что второй магазин для второй Арбы Но нет Нет смысла покупать панди Который дышит и убегает Арбу Да у него и не будет денег на самом деле На вторую Арбу Вот Так что это с очень высокой вероятностью Просто ошибка Наверное, исходя Ну, она появляется из-за того, что Ты второй магазин делаешь иногда под Т3 А он сделал магазин для того, чтобы отбиваться, видимо, лучше И второй магазин достраивает по старой привычке Хантерс Холл вижу Виспы идут вперед Можно было прописать Берн Не вижу ничего плохого в этом Свиток Вот Свиток сейчас, если Дайс перекупит, было бы классно Но у него Ага, он инвул сделал Да нормально Он даже телепорт может здесь про Два Свитка лечения Очень хороший пуш Меткости нет, да Это ошибка Он забыл про Это ошибка тоже Нет Это ошибка Ладно, неважно Вины пары и дыхание Сразу идут миссы Нужно срочно сюда виспа Срочно виспа Диспл отлично Еще одно дыхание На бутылке есть инвул пошел Под маной, кстати, может не выжить Очень опасно Блин, Панде нужна бутылочка маны Может он реально для потов это сделал Хорошие выстрелы Да, но у него мунвеллы пустые Дыхание И он телепортируется Красава Все Это то время, которое нам нужно Ночь врубает даже для себя Добежать купить свиток наверху Беги Димкой до свитка Беги Димкой до свитка Свиток Хотя он, может, не появился еще в продаже Не помню Вроде должен Поздно врубает ночь Да, свиток надо было брать Блин, вот Свиток нужно было брать Бежать в магазин Это нехватка опыта Сейчас он же второй перекупит Да Питлорд может, да, может Два свитка лечения Блин Унвелл, выпей хотя бы немножко Выпил, молодец Опасно Заливка пошла Кривая О-о-ой Тыкать, тыкать подмутру Сейчас еще один свиток Нет, отобьется Должно отбиться Ну что, Димка Да, Питлорд не танкует Ой, недоконтроливает Арчи Четвертый Дима Это хорошо Фух, отбился еще разок Очень близко Но то, что свиток не взял Это ошибка То есть это Даже не только для себя Хотя тебе тот свиток нужен И для одного героя И для второго И для Арчей И для всего Еще и противник Не получил бы Лимиты равны Там еще один свиток есть Ай Ну хорошо, заблочил все равно Во Ренофаер неплохой Свиток очень хороший Дима, Димас Мунвелл сверху ГГ Да, обидненько Да, с третьего раза задавил Ну, ключевая ошибка была Что он после того Первого раза отбился Не побежал в магазин Купить свиток Ключевая Ну и мисконтроля Очень много То есть Он Питлордом Первый Рейн оф Айр Вообще криво за Рейн оф Айр Имеет смысл делать Не до начала сражения А во время начала Во время того Как уже все начинают Друг по другу стрелять А когда люди двигаются Смысла нет от него Рейн оф Айр У него там сколько? У него там 225 Кажется Или 215 Даже Маны Рейн оф Айр стоит 85 То есть он выходит Делать 2 Рейн оф Айр И все И стоит регенит мана Для следующего Рейн оф Айр То есть ты не можешь Так ошибаться Пропуская одно заклинание Ну, кастуя мимо Одно из двух заклинаний Слишком дорого получается Кокс Эффект говорит Выходной Взял немножко пенного С колбасками Смотрю с тест-стрима Поваркафт красота И хорошего Ну, сегодня суббота, да С твоей аналитикой Тебя вы участники Одно дело А другое Совсем контролить Жалко Жалко Это же у нас в лодерах Правильно ведь? Да Это за право играть За квоту с Джонни Кейджем Это матч Группы А Получается Чумандра, чего Щегол не сделал Первого атаку лучницам Вроде бы Хантерс Холл К первому пушу Не, не, не Хантерс Холл делал не для грейда на атаку Он делал для меткости Если ты сравниваешь Грейд на атаку И меткость То Меткость гораздо Ценнее Приоритетнее Я, если честно, не помню Сколько дает 1-3, кажется, урон Грейд А меткость дает тебе 4 просто урона К минималке К максималке То есть 4-4 Но грейд дешевле не занимает барак Да, дешевле 125-75 Как-то так Ну, на самом деле Он только Только по лесу Сильно отличается Типа 175-100 Или как-то так меткость стоит Но Он в пару раз Лучше Но в целом Получается, да Меткость Это как 2 грейда на атаку Если там 1-3 1-3-1-3 2-6 Средний дамаг 4 У тебя получаются Эти самые 4 урона Для Арчи Посмотрим Параллель не мог делать Но я все-таки За то, чтобы потратить деньги У тебя деньги ограничены У тебя есть выбор, что взять И, например, бутылка какая-нибудь Маны, например, для панды Или там половина арбы Ценнее, чем Эти там 10% К урону Арчам Потому что У Дайса Отбивались Главным образом герои Пытались отбиться Козелу Дайса Против Потмы Старшип снова использует Потму Но на этот раз это вполне логично И будет, соответственно, он делать Играть в Хантресс Ну, потому что глупо не использовать Преимущество фонтанов, которые есть на этой карте У тебя первая ночь халявная Ультразрение У тебя халявное лечение На любом из двух фонтанов Кипера можно прессовать По-разному его можно прессовать Он в этом матчапе гораздо менее На мой взгляд, перспективный Ну, это логично И И даже Даже Тоже самый Мун Использовал Потму Для того, чтобы козла на старте убивать То есть просто два барака Хантрески Излишки виспов в агрессию И прижимаем козла Прикопать он никого не может Мы отдиспеливаемся Нам в таком количестве виспы уже все равно не нужны И мы с двух бараков его додавливаем Да, медовар, это странник Дэйз делает хорошую застройку Видя Потму Возвращает АОФ В застройку Не знаю, почему не садится Какая-то вообще широченная тут Просто широченная застройка А, и делает Хантрес С одного барака А, не, а там не Хантресы, видите Старшепт играет так же в Арчей Вот так вот Да, согласен Кто-то в часике написал, что типа вместо панды было бы лучше взять Дарку Но Дарка не очень хорошо сочетается с Димкой Вот если и с Хантресами Вот если вы в Мироре играете через Потму Первую с Хантресами Один барак, например, да? Я так любил играть в самом конце Вот, то Против как раз пуша с Арчами Очень хорошо заходит Дарка Потому что у вас все рейндж Ну и герой рейнджовый И Хантрески вырываются Атакуют Арчей Ну и скелетам гораздо проще появляться Вот, а Димка в этой теме Он не особо помогает Он бегает туда-сюда Моноберны делает и все Посмотрим Пока не совсем понятно, что собирается делать Старшейп То есть, ну, козел ты, два Хантреса, дальше-то что? То есть он хочет Он хочет Не знаю, что он хочет, сейчас посмотрим Пока мне кажется, что у Старшейп-то гораздо более перспективная история Потому что Арчи перспективнее Ооо, Спас, красиво Ну и не задисперила Виспа Неплохо врывается Ну, есть Мунвейла Здесь уже Хантресками особо не Ничего не сделать Куда Виспы пошли? С ума сошел? Арчи подрезал, потому что справа был барак Ну вот две Т2 готов Скорее всего будет Дарка Ну, здесь понятно, Нага и такой же самый Пуш Но Второй барак, тоже понятно Старшейп вообще не меняет стратегию В зависимости от карты и от Игры противника его вполне Хантрес из одного барака Арчами пушится великолепно Великолепно И Дайс почему-то не достраивает четвертую Хантреску Не-не-не, сейчас Дарка будет Нага, ну и... А, не, Дарка Там показали, я посмотрел просто на Нагу И сейчас нужно размениваться Контролить Видите? Оп, хорошо Минус Арча Минус вторая Телепорт Ой, молодец, минус третья И минус четвертая Это ГГ Это, скорее всего, ГГ в нашу пользу И пошла лорница какая-то Я не понимаю, зачем Что, что, что это, что это? Вот что можно на Т2 сделать против Масарчей в лорнице? Расскажите МГ без грейдов Ну, не Дриады Дриады здесь не против кого вообще Медведи без Т3 тоже не особо нужны Вот хорошая идея Апгрейд Мунглейв Короче, Грейд Хантреском И подстройка Хантресок Оооо, хороший Крипджак можно сделать Залетаем сзади Патма, к сожалению, уже третья У нас кипер не третий Минус Арча Хантрыску подконтроливаем одну, подконтроливаем вторую. Ну что, дирижабль надо брать? Дирижабль надо брать. О, и все равно... О, хорошо, хороший Крепджак. О, еще, 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 Арчу, Арчу, Арчу. Есть, еще минус одна. Такая толпа скелетов, вы посмотрите. И спас Арчу. Нет, Дриад делает зачем-то, я не знаю, зачем. Не знаю. Ну, правда, здесь главное уже не халявить сильно, и все будет ок. То есть он уже с очень хорошим преимуществом, да, если имеется в виду. Лимит у него 50 против 32. Когда вы играете в Арчи, вам, в принципе, противопоказано их терять. Потому что это рейндж, это крит масса. И Старшейпт это прекрасно знает, потому что... Помните, как он телепорт прожал в прошлый раз? Как только почувствовал, что сейчас будет ненужный размет. Это очень правильно. Но здесь уже Хантрес столько же, сколько Арчей. Рор пошел. Минус две Хантрески, минус три Арчи. Она пытается контролить. Она пытается контролить. Не, в целом здесь Кипер, получается, зашел. Арчи умирают. Потому... Это, 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 успеешь же, успеешь. Ну, светанул бы раньше успел. Оооооо. Блин, он стрелял по кому-то внизу. Он мог у этого дирижабля 160 хитов снять. Там у него два героя, две дриады. Два залпа делаешь, все умирает. Дракана втором ничего не взяла, Дрейна совсем нет толку Ну, если бы она могла, она взяла плюсики Потому что реально здесь тебе Сайленс не помогает вообще никак У тебя и так маны еле хватает на скелетов То есть толку нет никакого от скелла, который ты возьмешь Ну то есть его можно взять, но ты все равно его не сможешь использовать Но Дрейн Лайф на самом деле же сделали таким образом, что Если ты убиваешь юниты и у тебя есть скелеты и прокачанная стрелка То у тебя же будут скелеты выходить, если я правильно помню, да ведь? Хорошо гонит, хорошо гонит Цветок леча не вынужден Старшейп делать, но он отсюда не уходит Это минус Патма Ну и можно на базе Можно на базе его убивать, куда ты побежал? Свиток бы про... молодец И Хантреску подконтролить Можно спокойно давить, я не знаю, что Дайс Он продакшн просто хочет убить Можно попробовать убиться в алтарь Хотя это... Зачем забежал так Хантресами? Ну тыкни ты в алтарь Ну реально тыкни в алтарь, все в порядке Да, ГГ Дайс берет вторую карту, сравнивает счет И сейчас будет третий решающий Молодец И тыкни в алтарь И тыкни в алтарь If you hit the timing well You don't need a Hunter's Hall You don't need too many resources You can load up the archers If you fall back a little You can creep super fast at the fountains My money, like Especially since all any Starshape is playing Hippo Riders As weak of a unit as they are Think would have been a key to victory here Yeah, that's a cool consideration But it's always really unreliable If Dice scouts that out early And he goes for an AP And transition into archers It kind of lose, probably But with the right timing Тот-то лютый андетт из былых времен Тот Тед А это лютый Хумен Тоже из былых времен Играл в 4 Kings С Граби Фокатот Сколько можно, ты опять топишь за эльфа За конкретного эльфа Интересно, Starshape попробует Как-то перестроиться на следующей карте Крупный хэппич работает над стратегиями То есть к исполнению К нему вообще вопросов Почти никогда нет Но он видит, что Вчера или позавчера Не помню, когда мы игру его смотрели Очень хорошо среагировал, например, на Палыча с Мастри Фламе То есть уже ставит экспанды Подстраивается хорошо И в плане стратегии у тебя Возможности почти не ограничены Ренеган, привет Так, третья карта Тайтхантерс называется Я не понял Что там было прожжено Я не понял Что там было прожжено Дарк Что лучше поздно, чем никогда И они засмеялись после фразы She said though Или so Стратегии ограничены пауки с дестрами Или дестра с пауками? Не, почему? Он жив, гурик играет Абомф добавляет И баньше использует Если ты посмотришь какую-нибудь лейтовую игру С участием Хапача То там у тебя есть Абомы, финды, баньши, обсидианки, дестройеры То есть проще сказать, каких юнитов нет Нет гарк, нет фроствермов Ну, это вообще довольно редкие Те же самые вермы А, that's what she said Я понял Я не разобрал ее Ну, типа, как моя бывшая, да? That's what she said В офисе очень много было шуток по этому поводу That's what she said Нет некросов, нет некровагонов Да Как бывшая стола Вермы были редкими, а потом их решили порезать А как их порезали? Их порезали? Так, ладно, я пойду себе конфетку возьму А то что-то уже начинается Я сегодня съел один бутер Потом от еды отказался Это была ошибка Кипер первый Короче, Старшейп будет свою тему катать Он все Два барака Арчи С какого-то там 2007 года Погнали Гарк иногда хэппи делает Говорит Плакси На ЕС или Упенкап против Фогги Тоже, наверное, консил хил Вот, в целом Из причин победы в прошлой игре Дайса Это было не по стратегии, на мой взгляд, все-таки А из-за того, что Старшейп очень плохо постражался с первой атакой То есть он поздно привел виспу Поздно задиспейлил прикопку им Энтов А у Рейнджики такая особенность, что Ну, лучше ей не давать убивать первых там одного-двух юнитов Потому что идет цепная реакция Появляются эти скелеты И потом уже все Хороший Диная от Козла Молодец Да, и опять делается, видите, в правом нижнем углу Три оф Эйджис А Кипер в этот раз решил играть тоже через Арчи Что несколько странно, потому что Хантрески отыграли в прошлый раз хорошо Второй симптом зависимости Отказ от еды Неплохо Это точно Волкер? Это был фейковый замах Вообще, молодец А играть через вагон некромантов, или это слишком? Это против Хуманов иногда работает Особенно, когда они не готовы Но против Эльфов У нас были люди на сцене игровой в России, которые играли всегда в некровагоны Ну и тот же самый ТГВ Он очень уважает этих товарищей То есть в целом и пофаниться, и там периодически карту отжать Так на нежданчика можно Потому что страта опасная, очень много мяса Но если знать, как контрить за тех же самых Эльфов Отбиться Ну не знаю, как сейчас отбиваются Но раньше ты, во-первых, мог халявить сразу ставить экс против этой темы Если знал, что человек играет в некровагоны Потому что для некровагонов нужна хоть и не Т3 Но все равно Т2 И посидеть какое-то время, покопить ману Во-вторых, тебе нужно обязательно взять какую-нибудь вторую панду Ну, может быть, сейчас уже не панду Потому что у нее есть ограничения по количеству целей Тинкера какого-нибудь, неважно Играть почти во все, что угодно Начиная от масс арчей с выходом медведей Заканчивая даже масс дриадами Даже масс дриадами Но хотя дриадки разваливаются очень хорошо Не надо масс дриадами играть И ключевое — взять и забиндить два ваших дерева И всегда с собой таскать виспов А, и желательно сделать все-таки Ancient Wind Для того, чтобы была возможность сделать одного-двух ферриков Хороший динай Вот, смысл в том, что у вас должна быть стреляющая масса Пачка виспов для того, чтобы это все диспелить Причем подходящие постоянно виспы То есть первые, которые взорвались И те, которые будут доходить с двух деревьев Достраиваться по парочкам взрываться Феррик, который должен запрещать некрасам так просто кастовать И панда, которая должна этих кастеров и оставшихся скелетов вздувать Вот и все Можно, в общем-то, масс арчами убивать Там интервью от Брюса вышло, как его подставили соло с М322 Он потерял типа спонсоров Ты помнишь что-то об этих временах? Да, да, помню Инициатива, естественно, была игроков А Брюс это все расхлебывал потом Ну и там еще была серьезная конкуренция с другими командами С тем же самым снегом Которые использовали это в качестве аргумента на переговорах постоянном Что, впрочем, не помешало ему потом того же самого соло взять в состав Осуждаешь 3-2-2, конечно Это не киберспортивно Химеры со сплэшем не зайдут против некров Но если ты играешь через фаст эксп То ты не доживаешь до нормального количества химер Понятно, если человек там медленный совсем У тебя хорошее преимущество Ты в химер можешь выйти И никакие скелеты уже химер не убьют Потому что, ну, просто магический урон И сплэш Я говорю просто о том, как отбиваться от этой тайминговой атаки И как хорошо к ней подготовиться Что такое 3-2-2? 3-2-2 это подставные матчи Это знаменитая история Когда один из дотеров команды Rock's Kiss Поставил с аккаунта своей подруги 100 баксов на поражение своей команды И которую они потом Блин, зачем алхемик? Я не понимаю Дайс как будто не знает, как с этим сражаться И пробует разные варианты Дайс, в отличие от первой катки Очень трепетно относился к... Отнесся сейчас к магазину и к свитку То есть он перекупил из единственного магазина Единственный свиток И это очень круто Но ему нужно как-то продержаться Потому что противник давит У нас Т3 Не доделался еще Носитка вообще никакая Я не знаю Рейдж пошел Ну так это героя может быть Арба из тукозла тоже хорошо Надо еще инвол продаж Поражать Да, отбивается спокойно Дайс, молодец Алхимик отходит 41 на 39 Арба работает Сейчас надо распределить урон Сделать свиток вовремя Свиток? Свиток Но бутылки не хватило Арба просто накидывает прекрасно Смотрите, алхимик убегает на последних хитах Это ГГ Дайс умудрился все-таки выиграть Красава Молодец Сзади подходит алхимик Байтит на себя Два хита, семь Красиво, ГГГЗ Поздравляем Дайса Они завтра с Джонни Кейджем будут играть за второе место Не, молодцы, молодцы Начало было не очень Но потом он потихонечку, потихонечку